Ну что, иду в Никольский. Я последний раз в нём была перед войной. Мне кажется, здесь мало что работает, но сейчас посмотрим. Может, что-то и работает. Я думаю, этот переход все узнают, все понимают, что и как. Ну, скажу, во мне мало работает. Открыта техника, открыты сладости. Сейчас пойду покушать, может, что-то куплюсь. Но людей в Сильпо вообще нет. Вот из категории вообще я и ещё девушка. Больше никого. Зоомагазин работает, ювелирка работает, но тут только первый этаж работает. Парфюмерия дорогая работает. Больше какие-то вот эти китайские товары. Пельё работает. Магазин кроксов работает. Кому кроксы нужны? Аптека работает. Сейчас мы пойдём китайский шипотреб. Посмотрим. Вот такой магазинчик. Виктор Водич такую шапку хотел. Надо ему купить. Или такую. Снимала, как могла. Да, много охраны. Я понимаю, что показывать не надо. Ну, то есть, Сильпо работает, ювелирка работает. Кофе попить. Вот эти китайские магазинчики. Просто погуляться атмосферненько. Но люди, смотрю, запускаются. Вот магазины Samsung готовят. То есть, понемножечку всё-таки город пытается как-то ожить. Верхний этаж и ничего не работает. Ну, а я иду. Пройдусь от Никольского к градуснику. Пройдусь быстренько. Всё равно мне не по себе. И как-то идти одной страшненько. Особенно с учётом того, что ракеты уже пускают когда угодно. Ну, машин в море прям очень много. И пошёл дождик, которого, по прогнозу, у меня нет. Я ещё иду. Мне интересно, работает ли Пузата хата. Но Пузата хата не работает. Поэтому... Ну, вообще, я не знаю. Смотрела пару видео. Сказано, что многие магазинчики по Сумской открываются. Не знаю, что тут открывается. Блин, тут выбито всё. Стрёмно как-то. Пузата хата не работает, как вы видите. Тут ГУМ, ЦУМ. То, что открывали были украинские бренды, не работает. Дальше ничего не работает. Работает написано только скупка, золото, доллар. Вот что работает. Вот такие дела. Ну, как бы, на Сумской пробке нет. В центре пробок нет, как обычно. Так что вот такие дела. Вот так. А мы идём кушать. Будем кушать. И вот где мы обязательно все встретимся. Обязательно харьковчане. В самом метро переход исторический музей. На удивление, но киоски работают. Работают киоски. Там шапки, всякие пуприкушки, телефоны. Кофе купить. Так что там кошельки, какие-то магазинчики. Ну, кто в Харькове, тот пытается как-то крутится. Косметика вот открыта. Вот. Сигареты открыты. Ну, понятно, открыто где-то процентов 15, не больше. Ну, ситуация по курсатскому вообще удручающая. Людей нет. Ну, ничего. Мы пофоткаемся на память. Если б знали, где я шляюсь, меня б убили. Ну, ничего. Просто мне ещё до электрички полтора часа. Я, конечно, верила в свои силы. Думала, у меня хватит смелости пойти погулять. Но, если честно, погулять мне не хватает смелости. Мне хватило от Никольского до исторического музея пешком дойти, увидеть пустые улицы. Ну, не пишите мне опять, где вы видите пустые улицы или же это ещё что-то. Центр пустой. Именно как по количеству людей. Машины, может, ездят. Не может, они ездят. Но, опять же, люди по работе, по делам ездят. Никто не ходит и не гуляет. Так что, вот такая атмосферка. И по Никольскому пусто. Я даже не знаю, сотрудники, которые там работают, что они получают. Просто начался дождик. И мне интересно, где я буду сидеть. Потому что, чтобы попасть на вокзал, надо пройти разные проверки. А у меня рюкзак опять к чему-то докопаются. Так что, вот такие дела. Буду на улице сидеть. Я, конечно же, без зонтика. Звонок. … … … Продолжение следует...